Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Юля Стар. И у нас с вами рубрика по комментариям. Небольшая утренняя рубрика. Вы знаете, на самом деле, я думаю, что сегодня уже не выползут старостенки. Очень, похоже, бурная ночь и бурный вечер там у них был. Тем более, что немцы победили. Там, похоже, двумя баклажками пива не обошлось. Комментарии я, конечно же, буду зачитывать на своем канале. Ну, на канале старостенок мне как-то неинтересно. Хотя, вы знаете, они сейчас оставляют всякие комментарии. Им же главное просмотры. Сейчас им главное раскрутить YouTube. Хотя, если бы они хотели раскрутить YouTube, то выкладывали бы видеоролики каждый день. Но, опять же, как же каждый день выкладывать видеоролики, если потом головешка Бобо после очередного запоя. Ну и что, поехали. Обратили внимание, пакет розовый чужой с остановки. Позорище. И с каких пор семечки кошерные. На самом деле, ребят, все эти торбы были их. Они специально об этом говорили. Там стояла их тележка, их торбы стояли. Они же распаковывали там три пакета, получается. И вот один пакет, видать, они на этой авоське тащили. И два еще было. Поэтому все это принадлежало им. Они просто, якобы, зрителей таким образом раскручивали на комментарии, что они типа пакеты утащили чужие. Так они притащили все свое. Дальше. Только что смотрела адвоката Иванова. Если вправду говорить, беженцев продлили защиту до 2026 года. Теперь Юлька от радости обожрется. И столько счастья будет и понтов. Ну, во-первых, еще неизвестно. Еще точно, точно не утвердили, что продлят защиту. Это только в планах, а планы меняются. И знаете, что я хотела сказать по этому поводу? Ну, знаете, если даже продлят защиту, то я думаю, что пособия они точно получать не будут. Их всех заставят работать. Я думаю, что бюджет у Германии не резиновый. И это, понимаете, даже человеку, живущему в другом государстве, в другой стране, тоже понятно, что два года еще, считай, да, два года содержать за свой счет такое огромное количество беженцев, ну, никакая бы страна, наверное, не стала. Поэтому их, я думаю, что заставят всех работать. А не хотите, отправят домой. Ну, а кто же будет держать и кормить здоровых лбов, которые способны сами работать и приносить, ну, скажем так, пользу государству, Германии? Дальше. Оля смеется тот, кто смеется последний. Будут они еще плакать горькими слезами. Да, слишком рано они радуются. Они думают об одном дне. То есть они сходили, жратвы закупили, нажрались и все. Красота. Они о будущем не задумываются. Да. Ну и дальше. Я думаю, что они косят под сумасшедших, чтобы хотя бы в психушке в Германии остаться. Ну и ответ. Просмотров они хотят любой ценой. От психоза можно и на Украине лечиться. У них же хорошая медицина, как они говорят. Действительно. Зачем в Германии еще две сумасшедшие? Ну, скажите. Можно подумать, своих душевнобольных людей в Германии нет. Еще и с Украины оставлять. Ну, прям. Ну и дальше. А действительно, жрулька ведь купила эту трещотку в виде ручки, чтобы пугать котов. Знаете, запросто. Я хочу сказать, что коты вот таких вот звуков, они побаиваются. Когда-то я где-то читала на каком-то форуме, ну, как же наказывать котов. Ну, якобы, вот если не понимают, там, как ругать, как воспитывать. И на этот счет писали все время, что нужно скрутить в трубочку либо бумажку какую-то, А4 лист, либо газетку, чтобы, ну, может быть, как бы поплотнее было. И вот им не нравится сам вот этот вот шорох бумажный, вот этот треск. Где-то по чем-то постучать, ну, естественно, не по коту, да. Но даже если и по коту, то там абсолютно никакой боли не будет. Ну, где же там бумажная трубочка создаст какую-то боль. И, вы знаете, я в основном так и гоняю своих. То есть у меня стоит, считай, посередине комнаты когтеточка. И если где что вытворяют, я, значит, беру свою газетку в трубочку скрученную, постучу по когтеточке, и все, они тут же становятся послушные. А здесь еще, да, такие трещотки, звуки. Я думаю, что, да, котов они зашугают. Если еще все коты на месте. Вот лялю мы не видели. И вы слышали, как Хлорка сказала, что якобы не попадай в камеру. Типа, это типа то, что мы их не хотим всех снимать, чтобы ничего не говорили, типа, про котов. И это намек на то, что коты, что ли, на месте, да, только просто они не хотят их снимать. Я в эти сказки не верю, потому что этих котов никогда не слышно. И жалко, жалко кота вот этого вот, который постоянно же у Хлорки сидит, похоже, в комнате, и его никто не выпускает. И тут он вышел такой хорошенький, такой классненький. И вообще безумно жалко этих животных. Дальше. В общем, а дальше комментарии смотрите от жополизов, жрули и Хлорки. А если бы не было Юляшки и Лариски, о чем бы вы пели? Ну, конечно же, мои подписчики ответили вместо меня. Вы только открыли для себя YouTube, а тебе опять заблудшая овечка. Ну, я овце отвечу, да, заблудшая овце, которая прилетела, может быть, в виде жрули, может быть, в виде Хлорки. Нашли бы таких фриков, как Жруля и Хлорка, полным-полно на YouTube. Да, нашли бы очередных фриков. Не такие уж важные нон-персоны ваши эти обжоры. Ну и дальше. Две селедки, две тараньки, два пивка по два литра. Явно набор на двоих. Но ведь Хлорка не пьет. И ответы, классные ответы, и не ест. Хлорка не пьет, а за ухо льет, на хлеб мажет. Конечно, не пьет из мелкой посуды. Вот я только хотела и добавить, да. Из мелкой посуды она не пьет, а из полторашек сразу, с горла, видать. Ну, или из пивных огромных кружек. Ну, а чё, уже, походу, набухались, завтра уже точно не выйдут. Набухались и спать завалились. Они же любительницы подрыхнуть после жрачки, после алкашки. Помните, как они жрали и говорили? Сначала одна пойду, полежу. Потом вторая брюхо наела, говорит. Пойду и я полежу. Пожрали, полежали. Опять в магазин сходили, пожрали, полежали. И так вся жизнь. Ужас, ребят. Не знаю, как можно жить такой жизнью. Ну и дальше. Начинается же чемпионат Европы по футболу. Это примочки для болельщиков. В каждом магазине в одноевровом отделе продаются. Они, наверное, вдвоём сделали план русскому магазину за весь день. И это, может, не всё нам показали. Ларка забрасывает приманку. Чужие сумки на остановке, якобы рядом с их коляской. Наверное, проходящего мимо стройного мужика. Только какой мужик поднимет такие сумки? Это точно не осилит только тяжелоатлетки Систер. Ну да, сумки это их. Это не чьи сумки. Это они выставили свои. И вот они специально, специально для комментариев и для разговоров. Ну а по поводу, что скупили пол русского магазина, пусть жрут. Я не знаю, как они только не треснут обе. Как ни старалась Юлька бочком сесть, всё равно полтора места получается. А прямо сядет. Так все два займёт. Согласна. Она как садится, прям как будто расплывается, хоть бы на двух сидушках поместилась. Дальше. Когда Юлька сидела на кухне, разбирала покупки, в руках у неё оказалось две колбасы по одной в каждой руке. Так это её, их мозг два полушария. Ой, я, ребят, не могу. С этой колбасой, когда она доставала эту колбасу, потом эти упаковки с сосисками, я вот думала, всё, неужели, думаю, всё, они затолкают в свои желудки. И ведь затолкают же. Они и нам могут даже не показать. Только так затолкают. Хлопушкой в виде руки Юля будет будоражить соседей. Или это для избиения котов. Я почему-то думаю, что после того, как они этой хлопушкой побудоражат соседей, когда будут смотреть чемпионат, то потом это как раз-таки будет уже предназначаться для котов. Котов она точно будет шугать по полной. Ну и дальше. Ларисочка, детка, посчитала, что мало купили и погребла за акционным мясом. Ну да, совсем мало купили. Ну и дальше. А Лорка совсем оскотинилась. Ну и ответ. Она всегда такая была. Да была она, ребят, такая была. За ней я давно это заметила. Мне почему-то еще хотелось верить в ее добрые отношения к животным. Но что-то мне не верится, что такая баба может вообще кого-то любить. Да и о чем тут говорить, что кого-то? Они-то и себя не любят, только свои кишки любят наполнять. Любили бы себя, относились бы к себе, скажем так, с любовью, то, наверное, думали бы о своем здоровье. А так они на себя начхали, точно так же на котов, на собаку начхали, да и на всех. У них цель одна в жизни – нажраться и поваляться. Ну и зачитаю еще один комментарий. Такими баулами затарились, куда в них столько влазит. Во проглоты. Бедный унитаз забьют канализацию в доме своими отходами. Я особенно представила после горохового супа, что там творилось, ребят. Я представляю, там бедные соседи, наверное, через вентиляцию, и им досталось понюхать. Ну и ответы. А тащить? Даже с тележкой. Ну тащат же. Помните, сколько воды они тащили? А сколько молока тащили? Тащить им – это норма. Главное, чтобы было что тащить. Ну и следующий ответ. Согласна. Какое надо иметь здоровье, чтобы все это притащить, поднять на этаж? Но жратва превыше всего. Вот как раз-таки жратва превыше всего. Было бы что тащить. Ну и еще один ответ. Я хожу с тележкой и представляю, сколько меньший набор весит. Самые большие закупки на мясокомбинате, но в сравнении с сестрами, так в зубах поковырять. Ну да, девицы у нас имеют только одну цель – закупиться, обожраться, оббухаться и валяться. И ловить отходники. Ну, главное, чтобы они там бухали не до белочек. А то и соседям тоже достанется повстречаться со старостенскими белками. Хотя, знаете, у них белки в башке и у трезвых. Иногда послушаешь, что они полетут. И когда особенно еще начинает жруля кривляться и ржать, как ненормальное, так и думается. Либо набухалась, либо белку словила уже на трезвяк, потому что голова жиром заплыла. Либо что? Либо действительно уже чокнулась на всю башку. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Но я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok